Дорогие коллеги, я очень рад, что я мог сегодня приехать и приветствовать моих коллег из музея искусств с такой замечательной датой – столетий музей. Это просто ему даже не укладывается в голову, что музей уже сто лет. И во время прошедшие эти годы музей стал не только таким музейным собранием, но и на общем собрании. Я не буду вспоминать тех людей, которые работали здесь в музее, которые несли огромный план в искусствовении. Некоторых я просто напомню, таких как Дина Григорьевна Зиммер, как Еремян, как Круговская. Они писали замечательные труды по искусству, статьи по искусству. Участвовали в их таргарфейских швейницах. А если раньше вспомнить, то и таких калифеев, как Андреев, как Бесарчик. То есть тут очень много переплылось. Я вот сам, знаете, я сейчас, когда ехал, вспоминал, когда же я первый раз был в музее искусствах. Это было в 1962 году, когда я приехал из Кавказа и сдавал субъективными экзаменами. И Дина Григорьевна Зиммер, которая здесь работала, с которой мы участвовали в экспедиции около Катаркургана, говорит, приходи посмотреть. И тогда музей не был, не здесь. Сейчас уже мало кто помнит, что он располагался рядом в очень красивом дореволюционном здании. Здание-то было украшено колонной, колонной атлантами и скульптурой замечательной. К сожалению, это здание не сохранилось. И музей искусств, я говорю, что я перейду уже к другому. И музей искусств тоже занимается большой научной работой. И вот в рамках проекта «Историка-пульсура на стене Узбекистана» руководимым Федаусом Феолидовичем Абдухариком. Мы сейчас, где я, еврея, основной руководитель, мы подготовили два дома. Ой, один дом, посвященный целиком музейскому. Вы можете увидеть. Вот один, вот такой. Большинство в нем принимают участие сотрудники музея. Начинают с нашей дирекции музея и окончая научными сотрудниками. Они подготовили очень хороший дом. Это, можно сказать, мы в рамках этого проекта сейчас перешли не только в зарубежное собрание, но и те, кто хранятся у нас в Узбекистане. В прошлом году вышел дом, посвященный коллекции Советского музея. Вот мы надеемся, что скоро будет уже тираж этого дома, посвященного музея. Конечно, я, как научный руководитель, ну, как такой строгий дядьки. Он всегда смотрел на содержание, и много пришлось переделать, много пришлось переправлять. Но сейчас дом получится уже хороший. И там может небольшие шероховаться себе, но он будет очень интересный, очень важный дом, который даст возможность и нашим узбекистанским читателям, и зарубежным читателям познакомиться во всему. Коллекция музея. Потому что здесь описана замечательно вся практическая коллекция музея. Это очень важно. Вот. Кому лакировал, написал большую статью посвященную коллекцию этого музея, тоже с точки зрения, изобразительную историю. Я хотел еще одну вещь отметить. В музее искусств хранится очень много интересных археологических экспонатов. В частности, в музее искусств хранится замечательная коллекция с культурой хавчан. Вы, конечно, слышали, знаете. Это была раскопана экспедиция, искусствующая экспедиция под руководством академика Пугаченко. Эта скульптура хавчана вошла в Золотой фонд науки. И практически от Соединенных Штатов до Японии все ученые, когда обращаются к предхушанскому скульпциям, обращаются к Курам Ганинаму. Она описала эту скульптуру в двух своих замечательных монографиях. Монография, которая называется «Халтиял» и которая называется «Скульптура Халтиял». Я к чему это говорю? Дело в том, что вчера был день рождения Галины Анатольевны Пугаченко. Весь полный день. Когда мы помним, здесь в музее отмечали, что в столице, по-моему, сегодня растили, я бы сказал пожелание, чтобы проводить, допустим, вечера, тематические вечера, связанные и, как мы называем, чтением, связанные с детьми, выдающимися утерами. К сожалению, все постепенно начинают забывать. А Галина Анатольевна внесла колоссальный вклад, просто который измерить невозможно. Колоссальный вклад в архитектуру, в искусство. Вещу можно пересечь с того угодно. И вот мы сейчас тоже в рамках проекта, нашего проекта, о котором я говорил, мы учредили еще одну серию. Она называется «Искусство и культура. Узбек-центральная арка в трудах ученых». И первая книга этой серии будет моя, но вторая книга, которую мы уже начинаем готовить, она будет состоять из двух книг. Первая – «Масона» Михаила Евгеньевича и мужа Галины Анатольевны, выдающей археологии. И она будет посвящена воспоминаниям среднеазиатских археологов. Три эпизода, связанные с раскопками «Масона» по Эртаме, до ИТП и на Ферганском коваре. А вторая книга в этом поле будет. Книга Галины Анатольевны, посвящена замечательным памятникам «Мавзадеев Арабада». Она издана в Ташкенте в 1963 году. Такой мало кому известной серии «Искусство зодчик Узбекистана». Я думаю, сейчас это огромная библиографическая редкость. Она маленьким тиражом. А сам этот памятник, который, я уверен, что подавляющее большое, здесь сидящих не знаете. Он находится в середине Тим, около Ката Гургана. Это замечательный памятник, равного которого ни в Бухаре, ни в Самарканде нет. Это первая датированная памятью мусульманской архитектуры. Там есть надпись на портале «Мавзадеев», которая гласит, что вы быстро при саманистском эмире Мансури и Енухи. И вот такая книга будет выпущена. Потом до них серия. Хочу еще раз вам всех вас поздравить с большим сегодняшним праздником. Это большое культурное событие в жизни Узбекистана. Я думаю, не только Узбекистана. Я думаю, журналисты отместят это. Это очень важное событие и в культурной, и в духовной жизни современного Узбекистана. Большое спасибо. До свидания.